Утром 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 А давайте поговорим о словах приветствия, ведь они очень важны. Вы не только желаете людям здоровья, но и выражаете к ним свое уважение. Помните, в сказках и былинах герои очень часто приветствуют не только людей, но и поле, речку, лес, облака. Происхождение приветственных слов очень интересно, так как слово «здравствуй», например, вовсе не означало пожелание здоровья долгих лет жизни. Первоначально слово «здравствуйте» состояло из двух частей, где первая часть означала «хороший», а вторая – «дерево». Причем здесь дерево? Для древних славян дерево было символом крепости и благополучия. И такое приветствие означало, что человек желает другому этих крепости, выносливости и благополучия. Вот такое удивительное происхождение привычного нам слова. А сейчас займемся не совсем привычными для нас вещами – объемной математикой. Ребята, а вы знаете, что такое симметрия? Это когда части рисунка или какого-то предмета как бы зеркально отражаются. То есть левая и правая половинки одинаковые. Такая симметрия называется зеркальная. Сейчас мы станем лего-художниками. И как художник, открою вам небольшой секрет. У каждой картины есть своя история. Вот и мы сегодня не просто соберем картинку из лего, а расскажем историю одной гусеницы. Нам понадобится пластина и два гвоздика – это будут глазки. Добавляем туловище, четыре гвоздика. И наша гусеничка получилась размером два гвоздика в ширину и пять гвоздиков в длину. Наша гусеничка хорошо кушала и прибавила в длину еще два гвоздика. Как вы думаете, мы добавляем два? Неправильно, четыре. Потому что ширина нашей гусенички – два гвоздика. Наша гусеничка еще больше кушала. И в высоту добавилась еще на один кирпич. Вот такая толстенькая стала голова. Посмотрим, какие стали у нее размеры теперь. Два гвоздика в ширину, семь гвоздиков в длину и два кирпича в высоту. А вы знаете, что случается с гусеничкой, когда она становится такой толстенькой? Она превращается в куколку. Итак, сделаем куколку. Добавим белых кирпичиков вокруг нашей гусенички. Со всех сторон обкладываем белыми кирпичами. Получилась у нас вот такая куколка. Какого она стала размером? Проверяем. Четыре гвоздика в ширину, девять гвоздиков в длину и три кирпича в высоту. Теперь наша куколка превратится в бабочку. Приступаем. Собираем бабочку. Для начала добавим усики. А теперь самое главное – крылышки. Помним о том, что левое и правое крылышко у бабочки одинаковы, они симметричны. Поэтому приготовим кирпичики для правой и левой стороны одинаковые. Начинаем. Форма у крылышки может быть разная. Это может быть ромбик, треугольник, квадрат. Мы сегодня сделаем треугольную бабочку. Для этого добавляем с одной стороны кирпичик на два, к нему прибавляем кирпичик на четыре гвоздика, следующий кирпичик – шесть гвоздиков и последний – восемь гвоздиков. Вот такое треугольное крылышко у нас получилось. Можно на этом остановиться, а можно добавить маленьких деталей. Берем белый и фиолетовый. Вот такая красота получилась. Теперь повторяем крылышко с другой стороны. Два, четыре, если нет нужной длины кирпичика, не беда, можно составить шесть и восемь. Добавляем маленькие детальки. Белый треугольник и фиолетовый. Наша бабочка готова. В основе крыла этой бабочки треугольник, но это может быть любая форма – и круг, и ромбик, и даже полосочки. Самое главное – соблюдать принцип симметрии. Посмотрите, какие еще бабочки у меня получились. В основе этой – ромбик, а это маленькая бабочка, сделанная из полосочек. Здесь в основе – квадраты. Можно сделать круглые. Все зависит от деталей, которые у вас есть. Но самое главное – соблюдаем принцип симметрии. А знаете ли вы, что самые дорогие куклы делают из бисквитного фарфора? Ими нельзя играть, потому что они очень хрупкие. Такие куклы называют коллекционными. А как зовут самую популярную куклу мира, знаете? Ну, конечно, знаете – Барби. Кто ее придумал и почему она стала именно такой – узнаем. История куклы Барби началась, когда американка Рут Хендлер заметила, что ее дочь не хочет играть с пупсом из магазина, а мастерит сама себе кукол из бумаги. Тогда Рут решила создать игрушку, которая была бы похожа на красивую девушку. Ее можно было бы наряжать в модные платья, делать ей прически. Внешность для новой куклы позаимствовали у героини комиксов и лилий – энергичной и независимой красотки. А имя Барби игрушка получила в честь дочери Рут Хендлер – Барбары. 9 марта 1959 года Барби впервые появилась в продаже на Нью-Йоркской выставке игрушек. Кукла была одета в полосатый купальник, который в те годы был невероятно модным. Необычная игрушка произвела фурор, и ее буквально смели с прилавков. Спустя два года у Барби появился жених – Кен, который был назван в честь сына Рут Хендлер – Кенета. Создательница игрушек придумала своим куклам романтическую историю. В 2004 году Кен и Барби поссорились и расстались. И у Барби появился новый ухажер – сюрфингист Блэйн. Но настоящая любовь побеждает во всех сказках, поэтому Барби помирилась с Кеном и вернулась к нему. Барби – самая популярная игрушка в мире. По статистике, каждую минуту продается пять кукол. А еще Барби – второй по популярности предмет коллекционирования. После марок, правда. Самая большая коллекция насчитывает 15 тысяч кукол. Несмотря на популярность, куклу Барби часто критикуют. Например, за слишком неправдоподобное телосложение. Ведь если бы реальная девушка имела такие пропорции, ей было бы трудно ходить, наклоняться и даже есть. Недавно один английский дизайнер создал более реалистичный вариант Барби. Эту куклу назвали Лэмили. Она, конечно, не такая изящная, как Барби, но детям понравилась. Макияж Барби тоже подвергается критике. В Австралии одна мама, недовольная яркой раскраской Барби, начала стирать краску с лиц кукол и рисовать им новый, более скромный макияж. С момента своего рождения Барби сильно изменилась. Теперь она многолика. Самые популярные образы Барби – это невеста и балерина. Барби теперь всех национальностей, возрастов. Есть даже Барби – будущая мама. За свою долгую жизнь, кем только она не была. Некоторые художники превращают в Барби популярные кино и мультперсонажи, а также актеров и певцов. Да, казалось бы, просто кукла. Но она заставляет людей фантазировать и творить. Вот у нас с вами сейчас тоже будут пять минут творчества. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем делать бесконечную открытку. Удивите ваших родных и близких, подарив им такую открытку, странички которой можно долго перелистывать по кругу снова и снова. Из плотного картона нам нужно вырезать четыре прямоугольника размером 16 на 8 сантиметров. Откладываем от короткой стороны 4 сантиметра в сторону середины. С одной стороны и также с другой стороны. Проводим линию. Теперь нам нужно по этим линиям согнуть. Старайтесь это делать ровно, так как от этого будет зависеть ваша открытка. Вся магия такой открытки заключается в способе скрепления вместе кусочков картона. Ребята, будьте внимательны к этому этапу, так как от него зависит, будет ваша открытка крутиться или нет. Для начала берем две детали, кладем их вертикально, так чтобы у нас линии сгиба совпадали. Ребята, обратите внимание, чтобы между вашими деталями не было щели или они не заходили друг на друга. Теперь я цифрами отмечу от 1 до 4, в каких местах нам нужно будет нанести клей. Мы наносим клей по углам. Цифра 1, 2, 3 и 4. Визуально можете разделить вот этот прямоугольничек пополам. Сверху и снизу. Или отмерив по 4 см с каждой стороны. Теперь, как мы будем приклеивать остальные две детали? Мы их будем располагать горизонтально. То есть первые две детали у нас вертикальные, вторые две детали мы будем приклеивать горизонтально. Намазываем клей по циферкам 1 и 2. Только в пределах вот этого квадратика в углу. Так. Проверяем еще раз, чтобы у нас все было ровненько. И аккуратно приклеиваем верхнюю деталь. Совмещая углы. Придавливаем. Ждем, чтобы у нас все хорошо приклеилось. То же самое мы делаем с цифрами 3 и 4. Намазываем клей. Приклеиваем последнюю четвертую детальку. Еще раз проверяем, чтобы у нас все хорошо приклеилось. И проверяем, хорошо ли у нас все открывается. Прорабатываем еще раз наши линии. Загибаем в те стороны, которые у нас должна открываться. Открытка. Дальше у нас она открывается вот так. Следовательно, прорабатываем вот эти линии. Хорошенечко придавливаем. И проверяем по кругу, все ли у нас хорошо крутится. Вот такая вот основа у нас получилась. Я пока что отложу нашу заготовку и покажу, как у нас получилось после того, как я приклеила наши картинки. 1 мая я уже приклеила. Сейчас мне остается только приклеить картинки к 9 мая. И наша открытка будет готова. Приклеиваем мы аккуратно по центру квадратика, чтобы у нас вокруг была равномерная рамочка. Приклеиваем маленькие квадратики. Ребята, мы большие молодцы. Смотрите, какая интересная и загадочная открытка у нас с вами получилась. Где-то получат от вас такой подарок, точно никогда его не забудут. И будут долго гадать, как же вы его сделали. Творите и дарите с удовольствием. И помните, нет предела вашей фантазии. До новых встреч! Хорошо потрудились! Самое время хорошо отдохнуть и подвигаться! Тики-тики-тики-тики так-так-так. Тики-тики-тики-тики так-так-так. Часики идут, часики идут. Часики минуты берегут. Часики идут, часики идут, часики идут, часики идут, часики минуты берегут. Часики так, тики-тики-тики так, 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают У меня эта пластиночка 8х16 У вас может быть любая другая И будем собирать змейку Голова Один гвоздик и туловище Общая длина змейки 5 гвоздиков Можно ли сделать змейку длиннее? Конечно Мы можем добавить еще 3 гвоздика И длина нашей змейки будет 8 А можно ли на этой пластине Сделать еще больше змейку? Если мы развернем нашу змейку И соберем ее по длинной стороне Как не трудно догадаться Длина нашей змейки будет 16 гвоздиков Ребята, а можно ли сделать змейку Еще длиннее? Как вы думаете? На этой пластине Давайте попробуем ее Развернуть Посчитаем Итак, змейка поворачивается И хвост удлиняется Посчитаем, какой длины Получилась наша змейка 3 кирпича по 4 гвоздика 12 2 кирпича по 6 гвоздиков Еще 12 И 2 кирпича по 2 гвоздика 4 Наша змейка получается 28 гвоздиков Замечательно? Давайте усложним задачу Возьмем пластинку побольше И соберем 2 змейки на одной пластинке Здесь можно играть вдвоем Но для этого нужно знать правила Первое из них Змейки не прикасаются друг к другу И при повороте змейка не касается своего хвоста То есть между хвостиком змейки Должно оставаться как минимум один хвостик Итак, приступаем к желтой змейке Возьмем большие кирпичики на 6 Здесь маленькие только у нас поместятся на 4 Поворачиваем Дальше снова можно поместить большие кирпичи Маленький на 4 снова поворот Большой на 6 И еще четверочка и двоечка Вот такая длинная змейка получилась Приступаем к красной змейке Снова берем большие кирпичи Так не поместится Пластинка закончится Поворачиваем Еще небольшой поворот И наша змейка готова Можно считать Итак, как вы думаете Какая змейка получилась длиннее Желтая или красная Она возможно красная Давайте проверим Посчитаем Итак, красная змейка Три кирпича по 6 Это 18 Три кирпича по 4 12 И один кирпичик по 2 Наша змейка равна 32 гвоздика А теперь посчитаем Желтую змейку Один, два, три, четыре Пять кирпичиков по 6 гвоздиков 30 гвоздиков Один, два, три кирпичика По 4 гвоздика 12 И один кирпичик по 2 30 плюс 12 плюс 4 46 гвоздиков Желтая змейка Наши змейки находятся на одинаковом пространстве И очень похожи Но разница все-таки есть Проверим на сколько Итак, желтая змейка 46 гвоздиков Красная змейка 32 гвоздика Разница Целых 14 гвоздиков А если у вас есть большая лего пластина То можно устроить настоящую змею битву Вчетвером Мы с вами за это время уже узнали столько много новых слов и понятий А сегодня поговорим еще об одном Вы когда-нибудь слышали о гидрофобных поверхностях? Гидрофобные поверхности Это поверхности, которые избегают контакта с водой Так вот, сегодня мы о них не только узнаем, но и увидим Здравствуйте, ребята! Всем привет! Скоро лето и начнутся летние дожди Я очень люблю гулять под дождем Но не люблю, когда моя одежда становится мокрой Приходится носить плащ А вот у лотоса листья никогда не намокают Капельки просто стекают с них Ты знаешь почему? С помощью электронных микроскопов исследователи обнаружили, что листья и цветки лотоса покрыты воскоподобным веществом Это вещество называется кутин И оно не просто покрывает листья Оно образует на поверхности листьев и лепестков лотоса особую структуру Нанорельеф в виде кочек Капля воды при этом не может растечься по холмикам кутина и стремится свернуться в шарик При этом кутин является еще и гидрофобным веществом, то есть отталкивающим воду Если бы поверхность цветка была гладкой, то любая грязь удерживалась бы на ней достаточно прочна благодаря большой площади контакта Но из-за кочек площадь контакта минимальна и грязь как бы висит на ножках и столбиках Капельки воды, скатываясь с листа, увлекают за собой и частицы грязи И поэтому цветок лотоса всегда сухой и чистый Для опыта нам понадобится половина листа бумаги, пластилин, подкрашенная вода, пипетка, канцелярские кнопки, кисточка и растительное масло Для того, чтобы сделать этот опыт, мы должны соорудить горку при помощи пластилина и бумаги Роман, пожалуйста, сделайте масляную дорожку на листе Мы должны сделать это вдоль, а я тем временем сделаю каркас для нашей горки Так, мы берем кисточку, опускаем его в масло растительное и аккуратно ведем по серединке листка Вот так Делаем дорожку как можно шире, чтобы ее было видно хорошо И дальше эксперимент пошел по плану Давайте, сейчас сделаем Ну что, ребята, тем временем из трех брусков пластилина я сделала вот такой каркас Посмотрите, как расположены кусочки Так, теперь нам на этот каркас нужно поместить наш убор Как там у нас дела с маслом? Я увлекся, мне нравится рисовать узоры Очень даже неплохо получилось Получилось примерно вот так Бумага такая прозрачная стала Теперь внимательно смотрите, как мы это делаем Когда буду держать, а ты будешь гвозди китрить Пожалуйста, мы берем канцелярскую кнопочку и закрепляем нашу горку в кусочки пластилина Вот так, чтобы бумага не свалилась Так, вот таким образом Такая горка получилась, импровизированная у нас Вот такая у нас горка Теперь мы опускаем пипетку в подкрашенную воду, набираем И на большую капельку этой воды спускаем по нашей горке, по масляной основе Капельки скатываются вниз, при этом бумага не впитывает Вода и масло очень плохо взаимодействуют с друг другом Их молекулы практически не притягиваются Поэтому капли воды легко скользят по промасленной бумаге А вот предметы, которые могут впитывать воду Они состоят из волокон, между которыми есть промежутки капилляры Туда проникает вода и такие предметы намокают, например, бумага, земля, песок Давайте проверим Полностью впиталась наша капелька Да, великолепно все получилось Ребята, попробуйте повторить этот же опыт дома Мы уверены, что у вас все получится Пока! Ну вот и все Завтра будет новый день и новые интересные знания, опыты и развлечения Встретимся в это же время на телеканале Губерния Ведь нам так классно дома Утром снова у своих экранов Соберется детвора В мире столько неизведанного Значит, начинать пора Расскажем ребятам, чему бы поучиться Покажем, как можно вместе веселиться Учиться всегда нам не скучно С друзьями Скажем мы дружно Познавай мы с нами Познавай